всем огромный привет дорогие мои друзья и гости моего канала сегодня я хочу вам показать свой небольшой огород я вам как-то уже показывала где растут у нас плодоягодные деревья они растут с правой стороны а с левой стороны у нас есть две теплицы и две небольшие грядки там растут овощи сейчас я спущусь вниз и здесь у нас ступеньки то есть огород у нас небольшой но для германии это нормально в основном здесь люди любят садить траву на своем участке и все плодоягодные деревья но мы еще сделали вот такой вот небольшой огород и конечно же на своем огороде на своем участке мы проводим очень много времени все свое свободное время и конечно он у нас не сильно большой но работы здесь всегда хватает и конечно все мы делаем с удовольствием с настроением потому что это же наше и получаем с нашего огорода витамины и заряд бодрости и заряд энергии у нас есть две теплицы для помидор и для огурцов начну я обзор с теплицы для помидор теплица находится на солнечной стороне томаты любят солнце и тепло теплица у нас небольшая три с половиной на два с половиной ей уже 15 лет и она у нас хорошем состоянии все в ней функционирует двери открываются закрывается есть также два окна сейчас они открыты и двери открыты потому что у нас очень жарко посмотрите какая трава как она быстро желтеет сегодня у нас такое стоит палево что обещали дождь и но может быть будет к вечеру в этой теплице большой я выращиваю помидоры здесь у меня две грядки вот они две грядки и я здесь обычно сажу 15-16 кустов помидор возле каждой помидорки у меня есть вот такие алюминиевые спиральки покажу так как бы лучше там так наверно далека покажу веки возле каждой память возле каждого куста есть алюминиевые спиральки спирали они уже стоят у нас фест а то есть муж уже их туда хорошо закрепил в землю и когда помидором мы высаживаем лунку копаем так чтобы можно было посадить помидорку и потом процессе роста что помидор можно было вот как бы накрутить видите сейчас я вам покажу как бы накрученная над спираль и так вот идет выше и выше и здесь у меня уже видел бечевка я уже ее одну веточку помидоры подвязала потому что она как бы так сильно распадалась отпадала вот такие у меня помидоры может у нас уже есть помидорки я дорогие друзья вам хочу сказать что высадила я часть помидор раньше то есть 6 помидорок я высадила в апреле потому что они были самые большие и я хочу вам сказать посмотрите какая разница вот эти 6 помидорок они уже цветут во все у них уже есть помидорки на любую вот эти вот она цветет вот внизу помидорки здесь тоже маленькие помидорки здесь тоже есть то есть высадила я их в апреле высадила почему первыми потому что они были у меня какие-то они так тянулись они были такие длинучие я их все помидоры заносила и выносила то есть заносила в теплицу потом вечером мы заносили домой но вот 6 помидорок они были такие длинучие я рассаду тоже делала сама я решила их высадить думаю высажу думаю если они и замерзнут то не будет так жалко не все же я высаживаю и вот я их высадила и мы постоянно закрывали конечно окна двери я и даже когда было были заморозки я их как бы немножко укутывала бумагой обычными газетками как бы делала домик над каждой помидоркой принципе вот они у меня все и выжили вот эти 6 штучек я просто хотела вам сказать что какая разница вот они во первых намного больше и намного лучше посмотрим конечно какой будет и конечный результат но вот эти помидоры да они тоже уже начинают цвести но не все эти вообще еще маленькие пустите небольшие хотя как я говорила что себе семена я садила рассаду я делала сама первый раз нынче обычно я покупала идет какие это вообще огромный куст я даже не знаю как у меня помидоры называется потому что я покупала две пачки помидор две пачки семян с помидорами и там было написано что большие фляж томаты то есть как бы без названия я 2 2 разных сорта взяла его посадила обещает что будет томаты больших я люблю такие крупные мясистые томаты целая есть конечно можно было купить маленькие черри томаты но я не знаю нас ведь и вместо не так много я поэтому уже если заниматься выращивать что-то то чтобы был результат я хочу сказать вот смотрите вот эта большая помидорка да какая она огромнейшая и вот это вот тоже вот фляж томата вот кстати тут еще у меня даже осталось вот так они называются а xxl фляж томат то есть должны быть по идее крупные 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 помидоры но посмотрим но некоторые кусты уже да они крупные а некоторые еще маленькие некоторые были ведь такие немножко как вяленькие какие-то слабенькие а некоторые сразу прям такие упитанные так сказать помидоры были я уже сделал для помидор две как подконки то есть один раз я сделала по листу а второй раз под корень удобрение я покупала в обе это специальное удобрение для помидор по мере роста я убираю опасности в принципе я каждый день сюда захожу поливая поливаем и через день по мере роста я всегда смотрю опасности и убираю не хочу чтобы они выросли большие а потом их убирать мне кажется кусту тоже будет больно и будет как стресс за него вот такая моя теплица так что дорогие друзья вы не удивляйтесь скажете вот какая она маленькая теплица но я рада что у нас такая есть а здесь у меня висят мои орудия труда я люблю зайти чтобы у меня было все под рукой то есть я зашла одела перчатки вот ножницы ножики тут что у меня вот такие есть и грабельки и вот тоже здесь растет лук и есть вот такую тоже как лопатка такая длинная то есть можно убирать траву и у меня укроп здесь растет это с прошлого года а тут посмотрите как вообще огромное дерево укроп называется такой огромнейший ему уже теплицы мало самое интересное что в теплице укроп тут тоже как-то хорошо растет на улице он не так и я вот так подхожу и возьму на рву сколько мне надо и единственная всегда вот это по моему укроп у меня с россии есть и я всегда его оставляю чтобы он созрел потом семена собираю и сажу на улицу на грядочку с этой стороны у меня тоже укропчик растет здесь тоже вот видите нитки все мне тут под рукой какой человек мне надо всегда быстро и хорошо конечно сделать а вот это вот помидорка вообще какая-то маленькая слабенькая я не знаю что с ней делать вот вроде бы ухаживаю ведь за всеми одинаково оба все равно почему то есть разница вот такая у нас маленькая теплица но я рада что она она у нас есть а возле теплицы я посадила вот такие вот астры они еще тоже что-то не сильно это быстро растут а вот с этой стороны теплицы я тоже посадила помидоры здесь очень тепло всегда я уже что только сюда не садила садила сюда и ягоды то есть викторию она у нас очень тоже хорошо росла цвела но как только ягоды должны были его краснеть и их поливали и короче она у нас пропадала ягоды же любят тоже солнце чтобы как немножко ветер был сквозняки поэтому я ягоды тоже отсюда все убрала садила сюда лук он тоже как-то ему плоховато тут было вот ригинскую единственное весной сажу она очень хорошо здесь растет потому что тут быстро ранее весной можно посадить смело и всегда тепло то есть я сюда нынче посадила помидоры 9 кустиков в прошлом году я посадила тоже два куста помидор мне так понравилось во-первых кусты были огромнейшие помидор было очень много краснели на корню то есть вот с этих двух помидор я с двух костиков помидор я столько много помидор набрала то есть был хороший урожай даже лучше чем в теплице поэтому нынче решила уже посадить больше потому что помидоры мы очень любим и вот такие дела и с этой стороны у меня еще растет тоже щавик и вот тоже помидоры но вот эти помидоры которые я их посадила на улице они были такие совсем маленькие я их высадила на улицу что думаю они пусть растут на свежем воздухе им будет легче и лучше ну вот уже они тоже большие стоят но цвет по-моему еще не набирает вот так а вот у меня две еще глядки с луком и с чесноком здесь лук я сажу обычно ранней весной мы любим вот зеленые перышки вот эти срывать и а здесь у меня растет многолетний лук вот он смотрите он такой тоненький вот он тонюсенький прям этот лучок это многолетний зимний лук и вот он такой вот если его чуть чуть перри держишь он прям вот такой грубый грубый но и те и оставила он прям как я не знаю как деревце на какое то хотя вот они такие тоненькие лепесточки у них такие тонюсенькие но их всегда нужно этот лук я всегда когда срезаю я перебираю потому что если не переберешь и вот лук прям такой как твердый как я не знаю какой-то деревянный наверное так сказать можно здесь у меня тоже лук а дальше чеснок раньше я садила морковку но мне что не нравится она во-первых я уже как-то как-то садила и полосочками такой на бумаге покупала все равно она как-то какая-то густая вырастает и хотя я и полю и короче не очень мне нравилось потому что она растет потом какая-то мелковатая посадила лук и посадила там немножко гороха а здесь место вместе с луком я еще посадила свеклу между костиками а вот теплица с огурцами мой муж ее тоже сам сделал а вот теплица для огурцов ее сделал мой муж вначале она имела деревянный каркас но по истечении времени шла в негодность ему пришлось сделать теплицу по-новому и он сделал металлический каркас а плиты как фундамент и держит грунт по полкам он купил листы то есть такие же прозрачные как и на теплице а сверху тонко вот такая пленочка сверху она накрывает она закрывает теплицу с двух сторон можно и с той стороны открыть и закрыть но мы в принципе ту сторону даже не открываем потому что там все равно деревья тень дают вот эта пленочка она такая какая-то чем-то наверное пропитанная она хоть и и прозрачная имеет такую какую-то структуру что она не рвется так как она у нас была на старой теплице и вот муж ее сюда снова сделал то есть теплицу можно открыть полностью то есть все очень просто и легко сейчас вам покажу то есть вот так вот можно ее полностью открыть видите вот здесь он еще вот такой как бы на деревяшку он ее закрепил как-то мужчина то знает вот он ее закрепил то есть чтобы она если ветер будет чтобы она ну как не поднималась наверх посмотрите у нас какая погода будет наверное дождь да и дай бог чтоб дождь был потому что у нас трава абсолютно уже желтая становится ну вот это вот такая у нас тепличка взял он мне еще вот такую решетку для огурцов тоже чтобы огурцы и листья от огурцов не были на земле то есть вот ее можно будет по ним мере необходимости поднимали вещи тоже очень удобно огурцы огурцы у меня пять огурчиков я садила рано в стаканчики выжила только 4 один у меня пропал него похоже кто-то съел потому что листочки были объедены объедены и так он бедно и затем я вот эти вот посадила уже сразу в землю семена сразу в землю но они вот тоже быстро уже растут но вот эти конечно меня очень радуют огурцы потому что уже появились первые цветочки и первые зародыши сейчас я вам покажу видите уже тоже огурчики и там тоже видно или не видно ага нет не видно из-за деревяшек вот тут вот цветет тоже цветет ага плохо видно ну то есть а вот видно даже маленький огурчик лежит то есть скоро мы будем с огурцами будем ждать ну еще наверно неделька и они уже можно будет срезать срывать вот сколько их маленьких сколько их много ах конечно все это так радует мне кажется как это приятно да и конечно знаете жить как говорится на земле иметь свой дом и не иметь участка это конечно не для нас мы же любим в свободное время немножко поработать для себя любимых хотя некоторые говорят ах можно все купить в магазине на базаре все продается мне кажется домашнее все равно даже вот лук домашний его сорвешь и он совсем другой такой сочный такой свеженький зелененький также у нас вот еще тут есть две бочки с водой вот этой бочки у меня муж замочил так сказать удобрение поехал набрал вот где лошади загон для лошадей там короче можно брать вот он набрал и замочил в воде и потом мы все поливаем вот сайт лейки а и вот эта вот бочка то есть если вода дождь такой хороший идет видите все приспособлено чтобы воду собирать в германии кстати вода дорогая и поэтому а вот еще земля что эта земля не очень хорошая купили это я где-то и купила один мешок открыли у меня вообще она не понравилась пусть пока лежит ну вот это его на моего мужа тоже рабочий стол всегда он что-то мастерит его можно убрать вытащить а здесь это наша грильница что тоже не пилилась не маралась а вот у меня сюда приспособил закрыл копучихов и накрыл а это вот кусты ежевики видите как она цветет и сколько много цветочков мне она тоже очень нравится она такая вкусная то есть вот такие маленькие радости наши а здесь у меня еще немножко есть даже редиски редиска выросла а и вот еще даже одна помидорка потому что еще одна помидорка она такая я думаю ну куда куда ее посадить и вот решили здесь ее это нашу такая малюсенькая но все равно пусть растет а вот редиска редиска уже о редиска уже крупно надо ее мне сорвать и сделать салат ну все дорогие друзья в принципе я вам все показала свой огород и я считаю что для германии это очень хорошо но хороший огородик небольшой и маленький все есть главное было бы желание за всем этим ухаживать все дорогие друзья я желаю вам приятного просмотра пишите комментарии что вас интересует еще про жизнь германии про наши огороды всем всего хорошего все таки наверно дождь сейчас будет потому что смотрите какое небо черное и птички так интересно сразу поют как сонные вот оно небо какое дорогие друзья ура 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 я так радуюсь у нас прошел дождь немецкий гидрометцентр нас не обманул похоже еще будет небо все равно посмотрите какое черное оба дождь был такой прям проливной такой хороший дождичек так что я сегодня мы сегодня счастливые потому что не надо ничего поливать я имею траву видите она нас и так уже начинает желтеть первые денечки лета трава уже вот такая все опять гром гремит и так дорогие друзья всем пока всем хорошего настроения находите радость во всем пока 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 пока